Девушки отдыхают 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 А вот, кстати, возвращаясь к анонсированному бою двое на трое, интересно, если все-таки победят Руслан Серегин, Казанова и Маэстро, как они будут делить два чемпионских пояса на троих? Ну, мне кажется, все-таки чемпионские пояса в этой команде троих человек получат ветераны, то есть Казанова и Руслан Серегин, но я думаю, как дебютанту недавнему. А Маэстро получит специальное какое-нибудь вознаграждение. О, Мерлин начинает бой и бросок через бедро. Кстати говоря, обратили вы, коллега, внимание или нет, что вот этот коротенький диалог, мы не слышали, что они говорили, но на лицах было написано все. Ну, как я уже сказал перед этим боем, компромиссов и консенсусов в этом бою найдено не будет. И Вика выходит на первое удержание. Как говорится... Мерлин отталкивает ее. Как говорится, даст Бог не последнее. Борются девушки изо всех сил. Мерлин пытается применить, пыталась, уже пыталась применить передний захват головы, снова додавить Вику Каменцеву, но Вика вышла на болевой захват руки. Да, о том, что он болевой, вы сейчас, дорогие друзья, можете видеть погремаси на лице Мерлин. Он практически даже... Выключивает в ламу, в руку пытается расчленить ей плечевой сустав. А вот, кстати, уважаемый коллега, очень опасный прием. Вот чуть-чуть перекрутить, человек просто получит винтовый перелом руки и все. Ну, смотрите, Мерлин в себя пришла наконец-то. Коллега, а здесь что? Только сейчас вы поняли, что здесь много чего опасное, не только это. Ну, все-таки... Опа! Мощнейший шлагбаум! Вы видели, как перевернулась от этого удара Мерлин? Все-таки, уважаемый коллега, я думаю, что зачем раньше времени калечить соперника? Вот перекалечиваешь его, там сломаешь руку, отправишь его в больницу на полгода. А так, один раз побил, второй раз побил, третий раз побил. Просто не отходи от кассы, поэтому зачем уж так капитально калечить? Здесь Мерлин Кляйн теперь снова перехватила инициативу. Вторая подряд попытка удержания. Собственно говоря, она же тоже была неудачной. Она была неудачной, но как она активна. И смотрите, третья попытка следует прямо без остановки. Мерлин Кляйн хорошо подготовилась к этому бою. Ну, и, кстати говоря, и времени у нее было порядком, около двух месяцев. Уважаемый коллега, но я вот сейчас по первым минутам боя как-то смотрю... Вика даже не ожидала такой прыти от Мерлин. Даже удалось нашей девушке в красном на короткое время переходить инициативу. Опа! Отличный, прекрасный дропкик исполняет Мерлин Кляйн. А вот в этой связи я хочу сказать, что, может быть, даже есть какое-то преимущество у Мерлин. А вот почему? Потому что Вика не знает, чего ожидать от Мерлин. А Мерлин, она видела Вику давно на ринге. У нее была возможность изучать ее манеру поведения, изучать, смотреть ее записи и готовиться к бою. У Вики же этой возможности не было. Она только может уповать на свой опыт. Ну, все-таки, тем не менее... Сильнейший запуск в угол сейчас произвела Мерлин. Так, а что это будет? Это будут аплодисменты от зрителей, потому что есть за что аплодировать. Аплодисменты наездницы Мерлин Кляйн. А вот здесь она неожиданно попадается и в одну секунду оказывается за канатами, пролетая весь путь прямо до пола. Вот так вот из наездниц пилоты, практически мичман конной авиации. Вика! 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 Зал поддерживает Вику. Ох, вы посмотрите на это лицо Вики Калисы. Что-то она задумала. Да! Припечатать она задумала на маты. Мерлин что-то, собственно говоря, и делает. С прыжка шлагбаум. Нет, Мерлин блокирует. Вике не удается ее сразу же добить. А может быть, она просто хотела вернуть ее на ринг, но зато делает ей... Но зато выписывает ей пощечину. И, собственно говоря, отправляет тело. Обратно на ринг. Вика отправляет Мерлин обратно на ринг. Именно здесь и должен проходить этот бой, а не за рингом, потому что это обычный матч по стандартным правилам. Если бы судья досчитал до 10, он мог бы дисквалифицировать... Совершенно верно, хотелось бы рассказать. Участие. И пока я это описывал, мы почти пропустили челюстеломку, которую Мерлин Кляйн сделала Вике Каменцевой. Но это мало оказало эффекта. Зато, дорогие друзья, не пропустили мы шикарнейший 9-ти удержания. Раз. Ну вот, кстати, даже до двух не успела отчитать рефери. Остались, остались силы у Мерлин. Даже после такого прямого контакта лбом с рингом. Вика чувствует близость своей победы. Таких неуважительных жестов от давно я не видел. Простите, а за что? От спортсменки, от девушки, от Вики Каменцевой. И удар в челюсть. А потому что, уважаемый коллега, это настоящий, настоящий спорт. Как еще Вика должна относиться к Мерлин после того, как фактически Мерлин своим вмешательством лишила Вику, ну, практически вот уже чемпионского пояса на блюдечке с губой каёшкой? А стоит ли так уж возлагать вину за случившееся на Мерлин Кляйн? Ведь после того, как Вика в том бою поговорила с Мерлин Кляйн, она снова сконцентрировалась на Бонни и снова продолжала атаку. Но в какой-то момент Бонни оказалась сильнее только и всего. Ну, согласен, согласен с вами, коллега, все-таки прощелкала этот момент Вика Каменцева. И катапульта, но Мерлин, Вика, наверное, ожидала, что Мерлин влетит в угол, Мерлин блокирует, Вика снова разбегается, но на этот раз вовремя выставленный локоть Мерлин попадает по Вике, а Вика подлавливает Мерлин, сидячий на углу на третьем канате. Неужели это будет суперплекс? Да вот нет, приходит в себя сейчас Мерлин, спускается она обратно и обратно забирается. Ей, наверное, понравилось. Нет, она хочет довершить начатое, а приготовилась она сделать, кстати говоря... А приготовилась она слететь со стойки ринга прямо, извините за грубое слово, хребтом. Вот вы сейчас видите прекрасный повтор этого замечательного полета. Бедная Мерлин прямо своей поясницей приземляется на ринг, а Вике и того мало. Она продолжает издеваться над бедной почти дебютанткой. Совсем недавно выступает Мерлин Кляйн. И все-таки, и все-таки преодолев боль, она закинула Вику Каменцеву на плечи и опустила ее горлом на канат. Это, конечно, не совсем законный... Да что говорить, совсем незаконный прием в этом бою канаты использовать нельзя. Но раз рефери промолчал, будем считать, что все нормально, все идет как нужно. А все-таки... Кстати говоря... Да, кстати говоря, сейчас... Не будем отвлекаться. Мерлин Кляйн лезет в третий раз на угол. И, наверное, с третьего раза у нее получится падающая нога. Мимо. А тем временем приходит в себя Вика Каменцева. Боже, неужели бомба? Публика предвкушает это. Мерлин на Вике. И бомба мощнейшая. И удержание. Раз, два, три. Все, бой окончен. Виктория Каменцева побила Мерлин Кляйн. И взяла реванш за тот случай несанкционированного появления Мерлин Кляйн у ринга во время боя Вики Каменцевой. Вот такую вот огромнейшую конкретную красную точку поставит Вика Каменцева в своих разборках Мерлин. Уважаемый коллега, вы когда-нибудь клише меняете или нет? Ну а что можно сказать, если бой закончен именно так? А теперь возвращаемся к тому, о чем я начал. У ринга-то уже последние пару минут за боем наблюдала Бонни. Чемпионка независимо от федерации рестлинга среди девушек. Ну вот, кстати, даже мы не заметили ее. Наверное, очень хороший зрелищный бой был, поэтому как-то не отвлекались на посторонние вещи. Я-то заметил, на 24 наших мониторов, по крайней мере на 5 из них, Бонни уже мелькала давно. Но поскольку вы, коллега, смотрите вечно не туда... Так, подождите, а куда? Я смотрю по-вашему. Вот, девушки обменялись рукопожатием. Похоже, что Бонни вышла на ринг поздравить Вику с победой. Но нет ли в этом какого-то подвоха? Даже странно. И мы увидимся с вами после короткой паузы.